Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня во вторник за богослужением читается Евангелие от Марка, глава 10, стихи со 2 по 12. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. Во время он, приступальше фарисеево, просише Иисуса, аще достоит мужа жену пустите, искушающий его. Он же, отвечав речей им, что вам заповеда Моисей, а не жереша. Моисей повели книгу распустную написать и пустите. И, отвечав Иисус речей им, по жестосердию вашему написал вам заповедь сию. От начала же создания мужа и жену сотворил я есть Бог. Сего ради оставит человек отца своего и матерь, и прилепится к жене своей, и будет оба вплоть едину. Тем же уже не ста два, но плоть едина. Еже оба бог сочета, человек да не разлучает. И в дому пахи ученицы его, сева просиша его, и глагола им. И же аще пустит жену свою, и оженится иною, прелюбитворит на ню. И аще жена пустит мужа, и посягнет за иного, прелюбитворит. Прочитаем вместе этот текст в русском переводе. Подошли фарисеи и спросили, искушая его, позволительно ли разводиться мужа с женою. Он сказал им в ответ, «Что заповедал вам Моисей?» Они сказали, «Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться». Иисус сказал им в ответ, «По жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им, «Кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует». Каждый раз, когда фарисеи приступали к Иисусу Христу с каким-либо вопросом, они делали это не для того, чтобы научиться от Него, но чтобы искусить Его, не скажет ли он чего-нибудь противного закону, дабы можно было обвинить Его. Так и в этот раз. Они спросили, искушая Его, позволительно ли разводиться мужу с женою. Об этом был спор среди фарисеев и народа. Теоретически, идеал иудейского брака не имел равного в тогдашнем мире. Но практика была совсем иной. По иудейскому закону женщина считалась вещью, у нее не было никаких прав, и она находилась в полной власти мужа, главы семьи. Мужчина мог развестись со своей женой почти на любом основании. Женщина же могла потребовать развод лишь по нескольким причинам. Фарисеи утверждали, что Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. И действительно, по закону Моисея, 24 глава книгов Таразакония, позволялось дать жене разводное письмо, если после брака она не найдет благоволение в глазах мужа, потому что он находит в ней что-нибудь противное. А что должна была значить эта фраза? В толковании этого предмета существовало два направления. Одни следы учения Равина Гелела говорили, что разводиться можно по всякой причине. Другие, по учению Равина Шамайи, утверждали, что развод, допустим, только по причине прелюбодеяния. Потому фарисеи и ожидали, какое мнение выскажет Иисус Христос, чтобы возбудить против него сторонников противоположного мнения. Господь ответил, «По жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь». Борис Ильич Гладков объясняет эти слова следующим образом. Моисей знал свой жестокосердный народ. Он понимал, что запрещение отпускать жену, потерявшую благоволение мужа, вынудило бы евреев прибегать к другому средству избавляться от нелюбимых жен, женоубийств. Поэтому он снисходительно смотрел на укоренившийся обычай и, не узаканивая развод вообще, ограничился лишь воспрещением вторично брать отпущенную жену. Моисей позволил развод лишь по жестокосердию вследствие того, что мужья мучили и стезали нелюбимых ими жен. То есть допустил меньшее зло ради избежания большего. Христос же восстанавливает первоначальный закон брака, утверждая его нерасторжимость. Не делая никакого намека на различие мнений раввинов, Господь указывает на образ творения Бога, мужа и жены и раскрывая тем самым истинный смысл брака как богоустановленного учреждения, премудро разрешает искусительный вопрос. Спаситель подразумевает, что брак по самой своей природе является нерушимым институтом, столь крепко соединяющим двух людей, что этот союз не может быть разрушен никакими человеческими законами и постановлениями. Он был убежден в том, что так уж заложено в строении всей вселенной, что брак предполагает абсолютное постоянство и единство. Архиепископ Аверки Таушев отмечает, Бог сотворил одного мужчину и одну женщину. Следовательно, в намерении Творца было, чтобы мужчина имел лишь одну жену и не оставлял бы ее. Эта связь супружеская ближе и теснее, чем кровная связь сына с отцом и матерью, которых он оставляет ради жены. Два человека становятся как один по мыслям, чувствам, намерениям, действиям. Они должны быть одним существом. А если они так соединены по первоначальному, божественному установлению, то и не должны разлучаться. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, повествуют о том, что настоящей основой брака является любовь, преодолевающая гордость. Отсюда и складывается идеал брака как идеал отношений, в основе которых лежит смирение друг перед другом и понимание другого человека, потому что на это способна только любовь. Другими словами, такой является настоящая, Христова любовь, которая знает, что найдет себя в самозабвении и не ищет своего, и, потеряв себя, обретает полноту. Только с помощью такой любви человек может постичь абсолютность истины и преобразиться в божественном свете. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благослови, Господи!